Первосвященники Христа убить желали и думали, как план осуществить, и с книжниками много рассуждали, как им бы с этим порешить. В Иуду словно сатана вселился, хотя среди двенадцати он был. Первосвященником пошел и пообщался, пообещав Иисуса предать им. Отцы, обрадовавшись, согласились, пообещали деньги ему дать. Иуда стал искать удобный случай, желая неприлюдно это совершать. В день опресноков сказал Иисус Петру и Иоанну, что Пасху приготовить всем ученикам, а те в смирении к Иисусу обратились. «Где Пасху повелишь-то приготовить нам?» А он в ответ с любовью промолвил. «У входа в город человека встретите с кувшином. Вы смело следуйте за ним. Куда войдет он, так же вы войдите. И там, найдя хозяина, спросите. Учитель попросил тебя спросить о том, где комната, чтоб Пасху есть ему с учениками. И дом найдя, ученики хозяина спросили. В ответ он устлунную горницу им указал. И в горнице большой, красивый Иисус с двенадцатью вечерю совершил. Им говорил, как есть желал я Пасху вместе с вами, прежде страдания, что мне Отец определил. И кто предаст меня, тот вместе с нами. Но все мне предназначено Отцом. И горе предающего меня сказал им, «Но кто предаст?» Друг друга спрашивали все о том. В кругу общения с учениками Христос им наставление давал. И отречение Петра сегодня трижды Иисус в последний вечер предсказал. А после трапезы с учениками Иисус на гору Елеонскую по обыкновению пошел. Пришед на место, там остановился. И им молиться вместе предложил. И сам он, атошед от них, молился. «О, если бы Отец ко мне благоволил, Чтоб чашу сию мимо пронести, Но лишь Твоя на все добудет воля!» В слезах склонившись на колени, Он просил. И ангел укреплял его, явившись. А он в барении прилежней отца молил, Был пот его подобен каплем крови. И падали на землю те капли от чела. К ученикам пришел, Окончив он молитву, Но их там спящими нашел. От сна их пробуждая, обратился. «Что спите вы? Вставайте и молитесь, Чтоб в искушении вам не впасть!» А в это время к ним толпа все приближалась, И впереди один из учеников шагал. «То был Иуда!» Он подошед, Иисуса целовал. «Не целованием ли предаешь меня, Иуда?» С любовью Иисус его спросил, Хотя и сам он наперед все знал. А с Иисусом бывшие тогда поразумели, Что Сына Божия Иисуса предают. Один из них мечом рабу в порыве отсек ухо, А Иисус то ухо тут же исцелил. И к первосвященникам смирения обратился, Как на разбойника пришли с мечами, Чтоб в руки взять меня свои. Ведь каждый день всегда бывал я с вами. Вы рук не поднимали на меня. Теперь же время ваше и власть тьмы. Газлобленные с толпы Иисуса взяли И в дом к первосвященнику вели. А Петр невдалеке шел за толпою. Во двор первосвященника Иисуса привели. И сели многие у костра по кругу, И Петр присел тогда посреди них. Служанка, присмотревшись на него, сказала, И этот вместе с Иисусом был. Но Петр сказал, Нет, я не знаю. И ты из них? Другой Петра спросил. И снова, нет, сказал в ответ Иисуса ученик. А час спустя еще сказал один. И этот был с ним. Он галилеянин. Но Петр в ответ, Не знаю, что ты говоришь. И в этот миг петух запел. И обратившись, Иисус с любовью на него взглянул. И вспомнил Петр, Как Иисус совсем недавно Петру об этом с предупреждением говорил. И, выйдя со двора, Петр горько плакал, Как были истины слова Христа. Ведь он любил Петра, Молился, чтоб не оскудела его вера. А он же трижды отрекался от Христа. А Иисуса люди силою держали. И незаслуженно над ним глумясь, Накрыв его в лицо, Все ударяли, Насмешливо крича и издеваясь. Ну, прореки же, Иисус, Кто тебя ударил? И многие хулини возносили на него, В лицо с насмешкою плевали, Заушали и по измученным ланитам избивали. А он терпел, страдая, и молчал. Он кротко чашу пил презренья и глумлений, Бов предан, всеми мучим был. Затем же в унижении Христа связали, К Пилату повели, А он пред ним молчал. В покорности стоял он перед всеми смирен и кроток. Невинный, агнец, божий сын! Кричали люди в ярости, безвинно обвиняли. Пилат Иисуса, видя же, спросил, «Ты ли Иисус, царь иудейский?» «Ты говоришь», — ему Иисус ответил. «Я никакой вины не вижу в нем», — Сказал Пилат к толпе, жестокой обратившись. Ну, а затем, узнав, что он галливиянин, Не зная, что с ним делать, К Ироду послал. Пред Иродом Иисус стоял безмолвно, Ни на один вопрос не отвечал. И Ирод с воинами над Иисусом вдоволь насмеявшись, К Пилату снова божья сына отвели. Тогда Пилат сказал, к народу обратившись, «Не вижу в нем достойной смерти я вины, И, наказав его, я отпущу». По случаю же праздника в те дни Пилату нужно было узника освободить, И это зная, вся толпа кричала, «Христа распни, но отпусти Вараву!» Варава возмутитель был в народе, Сидел в темнице, Человека он убил. Толпа кричала, Чтоб Варава был отпущен, Або Иисусе же кричали все, «Распни!» Пилат же трижды к людям обратившись, Всем говоря о том, Что в Иисусе нет вины, Был вынужден с толпою разъяренный согласиться, Которая неистово кричала, «Все распни!» Варава же убийца был отпущен, А Иисус, он предан был толпе, Которая над ним глумилась, Насмехалась, Которая Иисусу путь к Голгофе предрекла, А воины, одев Иисуса в багряницу, Венок колючий стельней сплели, На голову безжалостно одели Божью Сыну, «Радуйся, царь Иудейский!» Кричали они. С насмешкой, злобой и враждой Его безвинного жестоко бичевали, И багряницу сняв, Одев в его одежды снова Христа на место лобное К распятью повели. Бели тростью его И плевали в лицо, Шел истерзанный он на распятие, И вонзались шипы, С болью в тело его Капли крови Пчела истекали. Он все терпел, Он не стонал, Не плакал, Смирение, На крест страдая, Шел. Ждали женщины, В толпе шагая сзади, А Иисус же, Обратившись к ним, Сказал, «Не плачьте обо мне, О дочери Иерусалима! О детях ваших плачьте И о себе!» Им сострадающим Он уделил внимание, Страдая тяжко, Он не думал о себе, Шел Иисус, Страдающий от боли, Измучен от ударов, Тяжких мук. Из поля шедшего Ериньянина За Иисусом крест Заставили нести. Истерзанный, Измученный, Почти бессилен, Иисус к распятию Невинен шел. А рядом два злодея Шли на смерть Приговоренные, Их вместе с Иисусом повели. Придя на место лобное, Иисуса Распинали. Гвоздями Ему ноги, Руки пробивали, Ох, как к нему жестоки Были палачи, Ни в чем невинного Распятию предали. Бросая жеребий, Воины делили Одежды Иисуса, Распятого на кресте, Участия и сострадания Не имея. Закончив дело, Делали свое. А слева от Него И справа Разбойников Распяли на крестах. За что? За что, скажите вы, Иисуса распинали? Невинного, Жестокой смерти Предали Его. А Он, страдая, Был послушен. Смиренье Волю Божью принимал, За всех был мучим, Распинаем, За все грехи людей Вселенной Сам страдал. Он всех любил, Он все терпел И всем прощал. И в страшных моках На кресте страдая, Прости им, Отче, Вопрошал. Они что делают? Не знают. К Отцу Небесному Взывал. Стоял народ. Толпа кричала, Спасал других, Спаси себя. А воины, ругаясь, Уксус подавали. Если ты, царь, Спаси себя, Со злобой укричали. А он молчал. И тело все от боли Изнувало, Струилась кровь, И губы трескались От жажды, Колючки от венца Впивались, Словно жало. И руки, Ноги Стали Очень тяжелые. Но он терпел, В невразимых муках Умирая. За каждого из нас Он на кресте страдал, И в тяжких муках Крестного страдания Он вопреки кому-то Слова не сказал. Один злодей Из тех распятых рядом Спаси себя И нас Глумясь проговорил. Другой же Господи, Помилуй, Меня ты вспомни В царстве твоем Сказал. Ныне будешь ты В раю со мною. Разбойнику второму Иисус сказал. Окрестное страдание Продолжалось. В предсмертных муках Иисус Страдал. О, Иисус! Он принял на Себя Страдания, Мучения И боль. И всех людей Без исключения любя В большом мучении Пролил Свою Святую Кровь. И под палящим солнцем Изнавая Он молчал. Он просто Жалким зрелищем Был для людей, Для тех, Кто был жесток, Иисуса истязая, Для тех, Кто был жесток, Невинного Распяв. Он так страдал От мук невыносимых, Умирая. Страдая, Чувствовал, Как силу покидают, Как кровь струится, Выступает пот, И сохнут губы, От мук слабеет Плоть. С большим трудом Сказал он Жажду. Воды бы дать ему, Хотя один глоток, Но уксус предложили ему Злые стражи. О, как к нему Страдающему Мир был Так жесток. За грешных нас На древе Умирая Насмешки И презренье Получал в ответ. Всех нас любя, За нас страдая, Как агнец Был безгласен И смирен. И около шестого Часа дня Густая тьма Над миром Опустилась, Над всей землей Нависла темнота. Разодралась Завеса храма. С трудом Собрав оставшиеся силы, Наш Иисус С креста Проговорил Я, Дух мой, Отче, Предаю В твои Святые руки. И, Испустив Свой дух, Он Умер На кресте. Он Претерпел Неведанные Муки, Своих Страданий Чашу Выпил До конца. И Глубину Неизреченной Скорби Испытавшей Он Отошел В обители Небесного Отца. Он Испытал Такие Муки, Какие Не испытал Никто Из нас. За нас Страдал Смиренный И безвинный, Взяв грех Наш на себя. За нас Он Умирал. О, Помни, Друг, Что за тебя Страдал Сын Божий. Он За тебя Был Распят, Мучим Был, Чтоб Был Ты От греха Освобожденным. Твои Грехи Христос Все на Себя Принял. Его Страданье Заместительная Жертва. Ведь Он Безвинный Вместо Тебя Страдал, Чтоб Навсегда Ты Мог Быть С Богом Примиренным. За все Твои Грехи Он Пострадал. О, Милый Друг, Душа Нуждается Твоя В Спасенье. Грехами Вся Изранена Она Своим Страданием Христос Дает Ей Исцеление. Покайся Во грехах. Спасенным Будешь Навсегда. Редактор субтитров